здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня ввиду я михаил горин а с нами на связи майор полиции израиля пресс-секретарь полиции израиля михаил зингерман здравствуйте михаил здравствуйте добрый день я попрошу вас рассказать о новости которая сегодня стала ну едва ли не главной в израильских новостях о том что израильская полиция провела крупнейшую операцию по разгрому сети торговав торговцев оружием что эта операция была проведена с помощью тайного агента который длилась она чуть ли не целый год и вот одновременно свыше 70 человек одновременно были проведены в их домах или в офисах обыски изъято оружие короче говоря можно праздновать успех ну давайте мы вы расскажите нам что сможете по поводу подробностей во первых действительно ли был использован тайный агент и что это за агент потому что в разных сообщениях говорится по-разному одни в одних сообщениях говорится что это был некий уголовный элемент перевербованы полиции в другой с других сообщениях что это был внедренный агент вы знаете во первых действительно да нужно сказать о том что пришла к своему завершению сегодня крупнейшая крупнейшая операция полиции израиля в истории в истории всей страны крупнейшая операция по борьбе с торговцами оружия огромное количество оружия было конфисковано за время задействования как вы правильно сказали тайного агента который был внедрен именно в группировку которая занималась торговля торговли оружием причем и естественно мы говорим об арабском сектор арабский сектор та борьба которая ведется полиции бескомпромиссная ежедневная ежесекундная борьба с контрабандой оружием торговли оружием и насилием арабском секторе о чем мы говорим задействование тайного агента об этих задействованиях принципе я очень много вам рассказываю задействование длилось больше года то есть действительно речь идет о человеке который был известен очень известен преступном мире в арабском преступном мире который в определенное время как говорится и преступных кругах он при перешел определенные линии определенные рамки и стал нашим тайным агентом тайным агентом полиции естественно полиция его завербовала и нужно было сделать все для того чтобы никто даже вообще даже не не подточил самого маленького даже подозрения о том что речь идет о тайном агенте нужно конечно было его подготовить нужно было его внедрить нужно было ему придумать определенные так сказать и истории которые он должен был и естественно рассказать и следовать этим историям и после этого успешного внедрения тайного агента естественно началась эта работа это разработка это добыча улик однозначных доказательств против самых крупных торговцев и оружием в израиле в арабском секторе израиля и сегодня эта операция была закончена она была переведена в открытую фазу сегодня 1600 полицейских представьте одновременно практически 40 населенных пунктах по всей стране в основном это было на севере страны опять же подчеркнул в городах компактного проживания арабского сектора были произведены аресты практически одновременно около 70 подозреваемых и в торговле оружием тех людей против которых добыл однозначные доказательства наш тайный агент можем сказать о том что операция это тайная по внедрению тайного агента она имеет кодовое название оушен я думаю вы помните этот голливудский знаменитый фильм до коней оушене и таким именем именно названа эта операция тайный агент оушен который был внедрен и за время своего задействования я вам скажу он совершил 48 сделок 48 сделок пока покупки оружия у торговцев этим оружием он сумел приобрести за время своего задействования более 40 винтовок м16 более 15 единиц и пистолетов и кроме этого еще несколько взрывных устройств и кроме взрывных устройств еще фугасы лау которые были приводились в действие именно автоматически с применением очень серьезной технологии и очень серьезным радиусом действия поэтому операция была завершена она проводилась северным округом полиции сейчас и все все подозреваемые доставлены уже как как я сказал на открытое следствие будет сегодня продлеваться арест следствие продолжается если еще несколько подозреваемых которые будут алис арестованы последствии и эта работа принципе продолжается во всяком случае успешнейшие самая крупная как я уже сказал за все время за всю историю работы израильской полиции действительно самая крупная операция по обезвреживанию по аресту торговцев оружием михаил скажите пожалуйста правда ли что среди тех кто у кого он купил это оружие продавцов были несовершеннолетние это первое что среди них был солдат сала да мы можем это подтвердить и это принципе вы знаете это одна из частей работы тайного агента было определить вы знаете мы принципе довольно быстро выявили он вышел на тех самых основных и принципе самых тяжелых торговцев оружием самых сильных таких деятелей преступного мира задача была еще кроме этого выйти на тех людей по отношению которым мы не владеем никакой информации и мы знали действительно что этим занимаются и дети на такой же основе естественно которых посылают их более взрослые подельники родители и так далее поэтому да действительно можем подтвердить что среди подозреваемых есть и и подростки которые также арестованы которые будут доставлены в суд что касается представителя царя действительно да мы можем сказать о том что во первых все задаются вопросом откуда это оружие до огромное количество оружия представляете такое количество единиц этого оружия огромное количество я скажу что источники конечно Конечно же и израильской армии, то есть кражи известные из израильской армии, из базы израильской армии, но основная масса это контрабанда из Иордана, из Иордании, из Ливана и контрабанда из палестинских территорий. Понятно. Еще одна тема, которую я попросил бы вас прокомментировать, это сообщение о том, что был обстрелян дом генерала полиции, это что касается опять-таки арабского сектора, который отвечает в полиции именно за взаимодействие с арабским сектором. Известно ли уже обстоятельства, кто обстрелял дом, это что было, это покушение, предупреждение, что произошло в реальности? Да, это произошло 10 сентября, практически два месяца назад. Следствие было очень серьезное, представляете, на минуточку был обстрелян дом генерала израильской полиции, причем этот генерал он араб, мусульманин, руководитель подразделения по борьбе с арабской преступностью, насилием в арабском секторе, генерал Хакруш. Это, конечно, беспрецедентное событие. И здесь изначально подключились и спецслужбы Шабак, и, естественно, израильская полиция, и пограничная полиция Магав, велось очень интенсивное следствие. Это беспрецедентное, прекрасно понимаете, происшествие. И в конечном итоге мы вышли совместно со службой безопасности на подозреваемых. Двое подозреваемых, это один из них житель этого населенного пункта Кфаркана, в котором проживает и генерал Хакруш, и второй подозреваемый, это житель города Хайфы. Оба, естественно, арабы, мусульмане. Я вам скажу, что после того, как мы однозначно поняли и получили однозначную индикацию того, что речь идет, не идет о преступлении, о происшествии на национальной почве, мы, естественно, уже начали сами продолжать это следствие, израильская полиция. Здесь уже, в принципе, службой безопасности нечего было заниматься этим вопросом, они нам очень помогли в этом следствии. В конечном итоге могу сказать, что вчера было открыто к публикации то, что против этих подозреваемых подана декларация прокуратуры Северного округа полиции в том, что в ближайшее время буквально будет подано против них обвинительное заключение в том, что они стреляли по дому генерала Хакруша. Естественно, я могу сказать вам о том, что на данный момент всю подоплеку того, что произошло, почему произошла эта стрельба, я не могу на данный момент рассказать. Во всяком случае, исключено то, что преступление было совершено на национальной почве. И остальное то, что я, естественно, могу сказать, преступники в наших руках, и в ближайшее время они получат обвинительное заключение и будут по всей вероятности находиться за решеткой довольно долгий промежуток времени. Я хочу вернуться еще к первой теме. Вы сказали, откуда это оружие появилось у этих торговцев, что это частично похищено на военных базах наших, израильских, частично пришло из-за границы. С этим более-менее понятно. А была ли прослежена за этот год цепочка, за тот год, что и с этим разбирался тайный агент и полиция, была ли прослежена цепочка, кому они здесь, в Израиле, продавали это оружие? Дело в том, что вы понимаете, это речь идет об огромном-огромном количестве преступников, об огромной цепочке, цепочке преступников. Вы понимаете, торговля оружием – это очень-очень-очень большие деньги. Это огромные-огромные просто тысячи долларов, десятки тысяч шекелей. Это огромные суммы. Естественно, те люди, которые занимаются именно и контрабандой, и торговлей оружием, они имеют от этого преступные, но очень большие деньги. Поэтому это действительно очень серьезная работа. Вы понимаете, это и потребность преступников, это и потребность преступных группировок, это потребность определенных единиц людей, которые проходят и которые находятся все в этой цепочке. Это весь огромный преступный мир, который в конечном итоге хочет и желает зарабатывать и иметь от этих преступных действий огромное количество денег. Поэтому здесь это внедрение тайного агента в эту среду. И вы представляете, мы действительно можем сказать, что он приобрел оружие на несколько миллионов шекелей. Понимаете, дело в том, что и взрывные устройства, эти фугасы, и эти винтовки – это десятки тысяч шекелей. То есть вы должны понять, что это огромная работа была проделана. То есть для того, чтобы обезвредить эти группировки, естественно, это все очень непросто. Это внедрить, подготовить тайного агента, это снабдить его всем необходимым. И технология, и оперативная работа, и обеспечение безопасности тайного агента. И, естественно, огромное количество денег для того, чтобы он смог производить эти покупки. И это действительно полиция Израиля, и государство, и министерство, и, в принципе, вся страна делают это и будут это делать. И, естественно, будут вкладываться в это большие деньги, потому что преступность, естественно, нужно громить. И громить ее, конечно, нам приходится. И, естественно, задействовать при этом и все необходимые технологические средства, конечно же, и материальные средства. Это, естественно, наша работа, эту работу мы будем делать. Михаил, большое спасибо за ваш рассказ. Всего вам доброго. Спасибо, всего доброго. На этом все. Напомню, что с нами на связи был майор полиции Михаил Зингерман. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова